Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха содрогнулся от зажигательной музыки и танцев. На центральной площади свое хореографическое мастерство представили 10 коллективов округа. И это только начало. Фестиваль «Город танцует в парках» до конца лета пройдет более чем на 30 разных площадках Подмосковья. Весь фестиваль располагается, получается, на любезно предоставленных нам площадках парков Подмосковья. Это произошло благодаря поддержке команды губернатора, губернатору лично и МОС «Облпарк». В программу входит конкурсный день. В течение конкурса мы на каждой площадке отсматриваем 10 номеров. И в результате каждого конкурса дня мы отбираем одного участника, который проходит гала-концерт. Егор Дружинин вместе с другими лучшими хореографами Москвы оценили выступления ребят. Танец – это лучший способ объединиться и выразить свои эмоции, уверены они. Язык, на котором разговаривают танцовщики, он понятен каждому. И в этом плане нет непричастных людей. Все, кто видит, как люди танцуют, обязательно ощущают это телом. И не только телом, но и душой. И в этом плане я считаю, что это уникальный проект. И очень радостно, что он наконец-таки появился. Оценить мастерство ребят было непросто. Все коллективы выступили достойно. Каждый номер – это особая история. До мелочей продуманные костюмы и своя энергетика, свой сюжет. Все постановки я создаю сама. Все, что я вижу, представляю. Я пытаюсь это воплотить на сцене, во-первых. Во-вторых, вся моя идея, начиная от костюма, заканчивая музыкой, движениями. И, конечно же, все это я ставлю на сцене и пытаюсь потом реализовать уже некий сюжет. Для участников же это прекрасный опыт, возможность показать себя и объективно узнать уровень своего мастерства. Но лишь одна, самая лучшая из десяти команд сможет выступить на финальном гала-концерте. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». И, возможности, все стремятся.